Треш-берег. Да, мы оказались сегодня в ситуации, когда модель развития старая, не работает. Всё, она закончилась. Мы подошли к некоторому этапу. То есть просто модель капитализма была исчерпаема, и вот она себя исчерпала. Выясняется, что по мировой экономике мы должны по итогам получить кризис масштаба Великой Депрессии, минус 30-35% по мировой экономике, по Соединённым Штатам Америки и по Евросоюзу ещё больше. Потому что в них самые большие стимулирующие дотации. А вот дальше возникает вопрос, что может прийти на смену? Так здесь непонятно, с какой стороны начинать. То ли со стороны производителя, то ли со стороны потребителя. Изменить его психологию. Эту модель, давайте про неё забудем. Её уже невозможно. Реанимировать. В том виде, в котором она сейчас существует. Есть два варианта. Вариант первый. Это изменение модели развития. На Западе у элит есть уже своя модель. Это трансгуманизм. То есть мы берём какую-то часть человечества, маленькую, выводим её через современные био и прочие технологии в некоторое высшее состояние. Жизнь, ну хотя бы до 150 лет, там ещё чего-то, ещё чего-то. Это очень дорого. Грубо говоря, сегодня, как многие говорят, можно обеспечить человеку жизнь до 150 лет. Да, там ему каждый, как вы знаете, легенды, да, Рокфеллеров в шестой раз пересадили сердце. Я уж не знаю, пересадили, не пересадили, шестой, шестой. Но легенда красивая. Да, но легенда красивая. Но нужно понимать, что если у тебя есть лишний миллиард долларов, ты можешь свою жизнь даже сегодня продлить до 150 лет. Купить бессмертие. Короткий билет, пока разовый. Да, но нужно понимать, что это бессмертие стариковское. То есть, грубо говоря, да, тебя уже не волнуют, как бы, вкусная еда, молоденькие барышни. Тебя волнует только власть. То есть, иными словами, интеллект мы дотягиваем, а всё остальное нет. Умирает. Да, предположим, что мы сможем и всё остальное, там, до 100 лет дотянуть. Знаете, будут такие столетние плейбори, такие девушки, да. Ну, на самом деле, вот, собственно, вот знаменитая череда рака у лиц, так, 40-50 лет, актёров и других публичных фигур, во многом, может быть, связаны с тем, с теми технологиями, омоложениями, омоложениями, да, которые они используют. Но тут действительно эта вещь такая, да, потому что я просто знаю на примере, там, каких-то, там, родственников и близких людей, что одни, соответственно, в 50 выглядят на 30, а другие в 35 выглядят на 60. Ну, есть вещи, которые ускоряют эти процессы, например, курить нельзя, да. Одна сигарета ни на что не влияет, а постоянное курение очень резко старит организм. Но, тем не менее, в общем, можно, да. А дальше, как бы, современные технологии, роботизированное производство, людей становится всё... А дальше людей нужно истреблять, да, частично войнами. Много лишних. Частично управляемыми эпидемиями, частично прививками, потому что мы знаем, да, что всякие там западные миллиардеры, и лидеры списка Форбс вкладываются в благотворительность. В чём эта благотворительность? Они разрабатывают вакцины, которые не только спасают от болезней каких-то, но ещё и снижают, например, фертильность. То есть, возможности размножаться, да. То есть, вашим... Это побочный эффект. Детям говорят, вот самые современные западные вакцины мальчикам, девочкам, потом у них детей быть не может, да. Вот это вот то, что они делают, да. Это вот трансгуманизм. Скорее всего, не успеют, да. То есть, вот кризис наступил раньше, чем они ожидали. Альтернативный вариант, поскольку спрос будет падать, а уровень развития технологий определяется спросом, то в этом случае мы... Тормозим будущее, фактически. Падаем назад. То есть, фактически, ну, это просто уже такая голая цифра, да, средняя зарплата в Соединённых Штатах Америки находится сегодня на уровне 1958 года по покупательной способности. В 1958 году в мире были две независимых системы разделения труда. Это СССР и... Центры силы. И США. Центры силы, да. Но при этом, обращаем внимание, в 1958 год до кризиса, до спада. Если мы падаем в 20-е, 30-е годы по уровню технологий, то у нас получается много систем. Тогда, значит, была британская система разделения труда, германская, американская, японская и советская. Пять штук. А ещё раньше было ещё больше. По крайней мере, две вещи, которые в СССР были инфраструктурными, стали пока потребительскими услугами. То есть, их надо покупать. Очень скоро, я не исключаю, они станут лакшери. Собственно, на Западе образование уже лакшери-сегмент. То есть, получить хорошее образование можно только имея очень большие деньги. Но мы в шаге от этого. Мы в шаге. То есть, мы уже из инфраструктуры, фактически бесплатного, мы уже сделались потребительскими. Это образование и медицина. Ну, как мы видим, если вот как бы пойдёт в трансгуманизм, то это станет чистой лакшери. Потому что быдло размножаться не должно. Ну, сколько оно там, значит, проживёт? Отведённое время. Да, ну и ладно, и бог с ним.